Плохо кончил, но, так сказать, у меня другой фразы нет, кроме как приезжайте к нам лет через пять. Вот таких залов будет много. Даже через второго. Треть. Значит, Владимир Владимирович, вы, наверное, у вас имущество подлинное, или это новоделы. Новоделы. Бер. Ах, вот, Владимир Владимирович, было благородное? Вот герб, а вот, в принципе, бедный. Да. Подкормленный. Значит, рука, выходящая из угла, да, со щитом. Это сила пограничья. Пограничья. Мы всегда были, так сказать, пограничники. Губерния со шведами, финальниками, как таковой. Не было. Естественно. Как не было. Ну, никакая княжесть по-финляндски. Естественно, но как самостоятельного государства. Она всегда была чьей-то? Чьей-то. Значит, вот это два ядра, скованные одной цепью, как белый, неизвестный ваш земляк. Значит, это книпель. Это книпель. Выходя из пушки, я знаю, знаю, срезает мачты. Дырки в парусе. Вот дырка в парусе, это уже все. Это уже не по-блинущему. Вот. Кстати, один балл был купеческий. Для купцов мецената был. Вот. И... Значит, две секунды, это неправильно. Ага. Извините, пожалуйста. Чуть-чуть. Так, разбегом. Делали конец, да? Вот. Да. Как вы? А? Там работ был как с камнерезной. По работе, да? Значит, хорошая работа. Саркофаг могилы Наполеона. Сделан из этого. Я был в Париже, но как на грех, дом инвалидов был закрыт. Вот. А я там устроил скандал, потому что, взяв проспектик, на 20 языках там, я прочел, что, значит, камень для саркофага могилы Наполеона привезен из Финляндии. Меня, как истинного Карела и Вепса... Ну, в те времена из Финляндии, все правильно. Причем? У них это с тех времен. Причем Алоинская губерния в Финляндии. Ну, он привезен из... Это было и одновременно, повторяю, Финляндское Великое Княжество. Это был один из титулов российского императора. Я извиняюсь, никаких возражений быть не можешь. Я извиняюсь, что... Никогда не входило в состав Алоинской губернии. Это не входило в состав Великое Княжество? Никогда. Ага. Тем более, что через где-то полтора часа на берегу сена я купил книгу на русском языке и прочел там иной текст, что камень для могилы Наполеона привезен из России. Ну, из России. Ну, это хотя бы полуправда. Полуправда, что, так сказать, я обратился к администрации, обещали исправить. Прислали мне по имейлу потом просьбу, нет, просьбу прислать источники, на которые я ссылаюсь. Я им послал статьи по геологии, кстати, чтобы они историкам не доверяли. Нет, лучше о поделочных камнях. Да, да, да. Я им послал, обратился в институт геологии здесь. Это губернатор, портреты губернатора. Вот этот, между прочим, по фамилии Демиев. Да, вот это век. Из тех. Из тех. Как вы видите, чаще всего губернаторы люди были военны в прошлом. Поэтому идея Путина назначать полпренами генералов, она не норма. Вот. Это губернатор Родасев. Вот все эти ордена говорящие. И Анна на шее. Иностровный. Да. Ну, Анна на красной леньке. Это неплохо. Вот. Видно, что это такой черный. А вот это пассивный губернатор. Губернии. Вот человек с печальными глазами. Значит, судя по наградам, вы видите, у него и за науку, и за путешествие. И за Красный Крест. Значит, я просто хочу... Он был кто? Адмирал? Он был флотский человек в прошлом. Флотский человек. Я хочу сказать, что образ гуглевских чиновников не всегда исчерпывающий. Чиновники бывали и образованными людьми, в отличие от, так сказать, может быть, современных. Нет, ведь и переводятся. И так же редко, как и так было. Так же редко. Так что... Ну, вот тут такой... Или еще они уже были... Растиражированный образ чиновника, как чиновника малограмотного, так сказать, ворующего чиновника. Ну, это же относится к мелкому. Да, да, да. Там же всегда как-нибудь максимум столоначальник. Александр Георгий был здесь в 1819 году, приехал в карете, естественно, карета была распряжена на Вадегорском шоссе, там, и народ впрягся, и на руках внесли императора. Он ночевал тут в соседнем доме, в доме горного начальника, на Энгельсе опять дал на бедность Петрозаводска 12 тысяч рублей, по тем временам деньги немалые. Пять лет они сюда шли, вот такая скорость российских приказов. Его здесь чуть не убило. Здесь есть такая улица Пробная. Вот там, значит, пушки испытывали. Стреляли в озеро. Если пушку не разрывало, нормально. Здесь был завод пушечный. Он был, это, вы в Петрозаводске. Ну, мало ли тут могло быть заводом. Не, не, не. Здесь 150 лет город люб пушки. Пушки, ядра, якоря и прочее, так сказать. 50 лет, значит, уже не медные, а чугунные. Был и медный заводик, но он, правда, был частным и разорился. Два француза владели им. А тут, что есть, руда? Есть. Была, в смысле. Есть. И железная руда есть. Правда, я знаю, да, конечно. Не очень хорошего качества она была. Например, озерная, болотная есть. Озерная и болотная руда. Это как раз ценная руда для высококлассного металла. Осмелюсь возразить. Тут примесей много. Примесей, в частности, фосфор. И великий металлург Карл Гаско, которого сюда Екатерина послала, лучший пушкарь Европы, привез сюда новую домну с воздухонадувом 4-х танцев двигателя и стал выпускать очень хорошие пушки. Здравствуйте. Вот. Значит. Ну и вот во время испытаний пушки при Александре... Ее разорвало. Ее разорвало. Он отказался уйти в укрытие. Вот. И кусок чубына у него буквально над шляпой пролетел. Бледный, как стена, директор завода Андре Фугон стоял рядом. И император сказал ему по-английски «Спокойно, я часто бывал в огне». И вечером даже накрадил. Но Петр Завод смог стать могилой императора Александра Первого. В этом зале был и Александр Второй. Он приплыл сюда на пароходе. Мы сейчас готовимся отметить 150-летие с одного его визита. В частности, вот эти львята, которые... Это вы такие монархисты. А просто, знаете, мы провинциалы... Есть такая тема. Визиты руководителей государства Петр Заводска. Вот здесь было два царя. Никита Сергеевич Хрущев. Еще один царь. Еще один царь. Значит, здесь был Ельцин. Еще один царь. Нормальный русский царь. Такой вечно пьяный. Вот, значит, здесь был Путин. Вот. Так что, видите, это тема. Здесь не было Ленина, здесь не было Сталина. Здесь не было Брежнева, кстати. Это тоже тема. Кто тут и не был. Зал архитектурно называют двухсветным. Вы сразу видите, что хотел архитектор Тухтаров. Он хотел поймать солнышко и не выпустить тепло. Два ряда окон. Это обычно длина. Разно. Длина севера. Длина севера. Почему? Вообще. Это такая мода классистическая. Больших окон здесь нет. Больших окон нельзя. Большие окон, большие. Вот это особенность ваша. И разного и разного масштаба. Разного размера. В принципе, двухэтажные окна, это такое стандартное. Здесь играли музыканты. Вот фортепиано здесь нет. Потому что его здесь никогда не было. Мы не можем его сюда поставить, потому что кто же его поставит? Он же памятник, этот зал. Ничего страшного. У нас, как вам известно, в зале благородного собрания филармония. Вполне. Вполне. Неизвестно, какая здесь акустика, конечно. Очень хорошая акустика. Здесь у нас проводятся струнные, пожалуйста, квартеты. Ну и последний акустик Петра. Вы, как представитель доблестной в полной столице Европы, не узнаете? Мне отсюда плохо видно. Пойдемте вперед. Только что-то не старое. Да нет, нормально. Дело вот в чем. Это художественное литье. Это Мария Кало. Она была ученицей Фалькана. Знаем. Ученицей и немножко любовница. Вот так сказать, говорят, что голова у медного всадника не получалась от него. Он был очень хороший. Да. И вот если вот отсюда посмотреть, ну точно вот медный всадник вот. Нет, этого не может быть так. Ну, по той простой причине, что у больших и высоко стоящих статуй должно учитываться самые оптические эффекты. Здесь это сделано по-другому. Это не может быть та самая голова. Нет, нет, конечно. Искусство еды просто находят здесь один стиль. То есть, возможно, они сделаны одной рукой. Вот как правильно. Но если бы голову поставить вот на такой высоте, она бы вам не понравилась. Если бы в голове Ивана Ивановича подставить нос. Нет, и дело там же не в этом делать. В местоположении. Когда смотришь снизу вверх, это смотрится иначе. Четыре голландочки, видите, да? А где их топки? Ну, вы просто задаете вопрос. А, закрыли? Которые с той стороны. Вот, как сквозь заботы. А? Есть. У нас все есть. С той стороны. Да, я так и думаю. Топочек. Да. Из цокольного этажа. Это туда на балкончик. А вот это купол. 18 век. Это истинный купол. Это детство. Это домовая церковь, что ли? Нет. Вы ее увидите в другом месте. А что за купол? Проследуем за мной. Проследуем. Работаем. Боимся пыли. Поэтому диванчики вынесли. Но все интервью телевидению я даю здесь. В этом камине. В этом камине. Это всегда частично. Камин даже. Есть у нас еще и более такой интересный, как угроза. Вы знаете, на каком-то моменте такие еврейские анекдоты про учеников этого самого Ешивы. Они же все были большие философы. Вот однажды они задумывались над таким вопросом. Водку, как известно, делают из хлеба. А вот интересно, если съесть много хлеба, будешь пьяный или не будешь? Они все голодные были. Но они сложили у кого что было, отдали одному. Ест, ест, ест. Они все ждут. Потом кто-то нибудь расспрашивает. Ну что, Янгель, ты уже пьян? Ну пьян, не пьян, а повеселял немножко. Отлично. Это просто бордель для нашего губернатора, где он иногда тут пирот устраивает. Ну и семинары тут проводим и всякие. Тут хлеб новый. А, ну тут хорошая вентиляция. К сожалению, очень хорошая, потому что пыль сейчас со стройки сюда летит активно. Почему? Потому что надо туда лететь. Ну да, да, да. Она не работает у вас? Да, это у нас выставка по символике. Мы сюда школьников попадем. Сейчас мы немножко так. Один вам покажу интерес. Вот Бонна 17-го года, эпохи временного правительства. Узнаете, значит, как же? Как же? Узнаю. Билибин, между прочим. Ну это означало совсем не то, что потом. Сейчас понятно, какой смысл вкладывается в свастину. Да, естественно. А раньше просто, так сказать, многие претендовали на это. Астральный символ. Есть такая синагога в Сирии, Дур-Эвропус называется. Это старый, очень древний город. Там было много разных вер. И вот там есть руины, конечно, от раскопанной синагоги с росписью, с росписьными стенами. Там в узоре, в орнаменте стены, сочетается этот знак с шестиконечными звездами. Ну, супер, супер, так вот. Это выглядело интересно тем, что это из фондов нашего музея. Вот эти символы, эти бонны и все, что... Вот, могу вам показать, головой убор кокошник Пудырского уезда с гербом России. Сейчас вот. Ага. Ну да, поскольку это уже не воспринимается как герб. Просто некий узор абстрактный. Некий узор, да. Все. Погибает. Бездная, грандиозная. Известный радио... Чувствуешь себя подарочным. На леске скажу, что скоро у нас будет много таких вот залов интересных. А что, сохранились фотографии, да, рисунки, чертежи, обмеры? Или это, так сказать, плод фантазии современных? Сохранилась. Здесь у нас в среду лекция в 11 часов, Светлана, лекцию читает архитектор, который строит музей, Елена Евгеньевна Ицексон. Вот она очень много работала в архивах. Сохранилась, значит, да? Сохранилась. Кое-что. Реальное. Кое-что. Здесь... Но остальное она домысливает. Вам даже страшно... Очень хорошо домысливает. Страшно объяснить. Очень естественно получается. Что здесь было 7 лет назад? Ой, не надо объяснить. Здесь был склад. Представляю. Не надо объяснить. Партии Кареллофинской СССР. Неужели они были в таком... Не отгрохали себе жертву, привет? Сидели... Сидели... Здесь сидели чиновнички советские. Вот где... Вот там кабинет. Все красные сидели. Тут мы увидим... Это должно лежать на плоскости. Это лыжня. Так. Знаете? Беломорские. 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 Бесмыслитки. Бесмыслитки. Все понятно. А еще можно такое делать без стакана вопроса задать. Знаете ли вы, что такое сейды? Нет. О! Вот и вы не все знаете. Сейды. Сейды. Сейды это вот такие галочки странные. Поставленные на другие галочки. Вся фишка в том, либо это рукотворное, либо это природное. Скорее всего, это рукотворное. Это первое искусство здесь. Или сакральное, или... Я надеюсь, вы не поклонник идеи насчет гипербореи? Нет. Нет. Я не поклонник ни Берби, ни гипербореи. Вот. Я вообще стараюсь быть... Я просветитель. Вообще не могу. Искитококов. Поэтому мне все... Я рассказали. Все версии мне интересны. Вот. Но за что-то бороться. Кроме как... За человека. Нет. Не за что-то, а против чего. Ширина. Берборея. Это типичная шовинистическая выдумка идиотская. Нет. Надо бороться. Мы вот с фашизмом боремся. Значит, с... Мне противен любой национализм просто. Ну так это вот она и есть. Физиологически против. Она родимая и есть. Человек, ведь это не его заслуга, из какого органа он родился. Ты родился... Мы все из одного и того же. Из одного и того же органа. Вот. Поэтому гордиться можно заслугами. Вот я... Желательно личными и желательно скромными. Я взял высоту 2 метра. Вот я молодец там. Я поднял 200 килограмм. А то, что ты родился русским или там французом, заслуги твои нет. Как в том анекдоте про еврейского мальчика. Еще 5 франков это был бы негр. Нет. А еще у нас есть лабиринты. Вот лабиринты, это, конечно... Это вы знаете. На кузовах. На кузовах. Ну это явно, что это рукотворное. Конечно. Это рукотворное. Запомните, пожалуйста, вот этот лап. Он нам пригодится в тех, как сам. Вот такой черный, в грифеле весь. Так это современный лап. Абсолютно. Ну, сейчас из Петра Украины. Тут много еще. Ну, вот Санатиев. Как датируются эти Петра Украины? Значит, где-то примерно... А! Значит, вот как раз вам это будет интересно. Может даже и словечко в лекции скажете. Что вот когда в Шумере и Аккаде создают государство, это третий, четвертый тысячелетий нашей эры. Вот это они и есть. Вот ребята у нас занимаются вот этим. Они самые красивые. Видите, какой лосик. И тут прямо на осло похож. Это не наши Петро. А вот дети, детки должны показать на лучших лосей. И это карельские конечки. Ну, это здоровый националист. Здорово. Вот это третий, четвертый тысячелетий до нашей эры. Шумерие и Аккаде создают государство, а у нас ребята на скалах резвятся. Так и блины. Вот понимаете, мне что-то немножко сомнительно, как раз, когда я смотрю на них на счет третьего и четвертого века тысячелетия до нашей эры. Это большие корабли с большим экипажем. А это я вам сейчас отвечу. Это не лодки-долбленки, которые я сейчас могу лезть. Адовичок, вы удивительный посетитель. Я давно тоже делал. Вы задаете самые точные вопросы. Это моя профессия, помилуйте. Вы удивительный. У нас тут и академики бывают. Они этих вопросов не задают. Вот, значит... Да там еще, по-моему, скотина на этом набор жена. Тотел. Нет, вот это. Нет, это не какое-то там животное. Нет, это все мужчины. Это все мужчины, судя. Кстати, всегда маркируют пол. Ну, это естественно. Маркируют пол. Всегда определенными, так сказать, атрибутами. Вы никогда не могли. Да. Я бы всегда говорил. На картинках. В 34-м году взорвали скалы. Правда, не КАС, некий петроглифовед. Вот он почему-то считал, что при строительстве гидростанции уйдет под воду. Не надо было спасать. Не ушла под воду скала, но вот таким варварским способом доставили нам вот эту штучку. А вот это методом наложения бумаги и вот этим лаптем, как в детстве монетку, чтобы сделать вам реальное отражение бумаги. Скучим, подключим. Вот почему я просил запомнить лапт. Это онежский. Вот посмотрите, сколько таян бросается. У нас сейчас есть выставка, когда белки. Посмотрите, как они попали в пресс на воду. А вот это вернуется теперь к вашему вопросу. 20 человек стоят. Что здесь, эвкалипты растут? А может быть, знаете, вы задали вопрос, о котором спорят о человеке, чтобы там обеспечить вашу шефу, чтобы он убить Карамус. Правильно. Вот, когда он убил. Правильно. Я вам только несколько версий не запрошу. Значит, есть версия... Это же сейчас тарана на носу, посмотрите. Тотэм, да. Это не тотэм, а таран. Это лось. Это ярмая лось. Это оформили так, но это таран. Значит, есть версия, что это вообще мечта. Вы скривились. Правильно сделали. Но не могло такого быть. Не могло. Но оно есть. Если это не сделали, ведь он, например. Еще одна, если пришельцы... Уж то, что киту сделали пришельцы, которые не убили, а выбили... Не обязательно киты, а любые рыбы. Не-не-не-не-не-не-не. 18 вот таких вот белух изображено. 173 лебедя. Я вам могу тут все это делать. Это, конечно, белухи с гарпунами есть. А я вам даже визитку свою подарю. Дело в том, что у меня это пунктик с гарпунами. Это белухи. А меня, так сказать... Вы делаете вам ответный подарок. Я почему-то не обзавожусь визитными карточками. А я вам тоже не... А мне визитку. С огромной ногой, символ власти. С огромным фалосом, символ благородия. Правда, я студентам, школьникам всегда объясняю здесь, что большой фалос. Я думаю, что это никакие не символы, правда. А что это? Это вот так они себе представляли. Это никакие не символы. Владимир Карлович. Символы, это тоже требует определенного уровня. Мы не будем открывать диспут, что такое искусство. Но вот стоя здесь, около этого крупного фалоса, я всегда утверждаю, искусство это то, что волнует. Вот не волнует, значит не искусство. Конечно, это некий такой комплимент этому человеку. Но это просто очень сильное чувство. Кстати, есть сцены эротические. Есть эротические сцены, групповые эротические сцены. Сравненно более древние. Несравненно более древние. Несравненно более древние. И с Сахарой. Очень-очень, для 5-6 тысячелетия. Есть сцена родов. Китайцы, член племени. Это же сакрально всегда, так сказать. Может быть, воин, может быть, работник. Дело обычное. Обычно пол всегда маркируется. Охотник, смотрите, с косичкой. Со стрелой в спине. Может быть, он убит. Это все версии, версии. Лыжники. Но фотография, смотрите, как хуже передает. Это же в определенное время дня, в определенное время года. А вот эти отпечатки, они лучше передают. Есть смысл. Латексом таким лучше получается. Вот это первая учебно-наглядная посудя. Как ходить, как охотиться на лося. Как его окруживать и так далее. А вот это, что по-вашему, решается из космоса. Одна из версий межпланетной. Ну, то, что это фаза Луны, это непонятно. Возможно. Ну, вот эти веревочки. У меня версия самая простейшая. Если бубен висел на веревке или на чем-то, как же Луна висит? Это домысливание. На чем она висит? Понимаете, нельзя подходить к их психологии с нашими. Вот я хочу вас дымить. Отправить в пост-импрессионизм, а может быть, даже в кубизм, в конструктивизм. Знаете, Пикассо не снилась такая грациозность лебедя. Обратите внимание, какие тушки, домики, а есть полные. А ноги, как у человека. Некоторые говорят, что это вообще не лебедь, а динозавр какой-то. Да, конечно, лебедь. Но какой грациозный. А посмотрите, здесь лебеди, а все руки. Вот такие. Домиков нет. А, это такое дело, это разные стены. Вот, это уже версия.